Валерий Кузьмин Сразу предупрежу вас, что это будет нелегко. Поэтому вам надо будет стараться держать себя во внимании, в фокусе. Если у вас будут по ходу возникать вопросы, смело их записывайте, и потом будет отделенное время, когда вы сможете их задать и получить ответы. Хорошо? Хорошо. То, что мы будем пытаться сделать здесь сейчас с этим учением, это взять те вещи, которые мы находим в Танахе, и максимально их применить и найти им применение в нашей современной жизни. И разные части Писания иногда могут выглядеть как головоломки. И нам надо будет увидеть, как это все соединить вместе. И только тогда вы сможете получить законченную картину. Очень часто кусочки берутся с одного места и с другого. И иногда они дают совершенно другое мнение и описание, чем было описано в первом варианте. Также нам необходимо понять вот что. Все в Писании имеет значение. Мы, может быть, не все можем понимать, во-первых, но если мы будем прогрессировать в нашем изучении Библии, то есть надежда, что мы поймем больше. В Танахе мы находим ритуалы. Которые через Моисея были установлены как законы. Они были для того, чтобы показать, так сказать, отображение того, что происходит на небесах. Часто мы задаемся себе вопросом, как оно будет там, на небесах. И когда мы рассматриваем определенные моменты в Писании, мы через это можем получить определенную идею, как это может выглядеть на небесах. И многое из того, что делал Моисей, это было представлением того, что он увидел, что ему было показано на небесах. Писание нам не дает 100% ответа, что произошло с Моисеем, когда он поднялся на гору. Говорится, что он находился там 40 дней, 40 ночей. И что Бог дал ему две скрижали каменные, на которых были вычертаны 10 заповедей. Я больше, чем уверен, что Бог мог это делать быстрее, чем за 40 дней. Так что же происходило с ним все это время там? Я думаю, что дальнейшие дела и то, что творил Моисей, когда создавал Скинию, это было проявлением того, что Бог ему позволил увидеть, когда был с ним в присутствии там на горе, эти 40 дней. В этом отрывке это мое личное мнение, так что относитесь к этому именно так. Но я сам себе очень часто задаю вопрос, что же 40 дней там происходило? Мы точно не знаем, Писание не говорит. Но Писание нам говорит, что это будут как примеры или как тень того, что будет на небесах. И это включает в себя взаимоотношения между Богом и теми, кто следует за Ним. Так что это имеет отношение с нами. И если мы на самом деле имеем взаимоотношения с Богом. И если мы на самом деле хотим следовать за Ним. Давайте посмотрим в Евреям. В 8 главу, 5 стих. Евреям 8, 5. Которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинию. Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. Здесь мы видим намек на то, что что-то важное произошло тогда на горе с Моисеем. Бог предупредил Моисея. Смотри, сказано, смотри, сделай все точно по образу, показанному тебе на горе. Поэтому моя идея о том, что Бог показал и сделал с Моисеем что-то особенное на горе, когда он находился, находит основание здесь, в этом месте Писания. Евреям 8, 5. Вы можете себе только представить, что Бог позволил Моисею увидеть небеса. И Бог сказал ему, сделай так, как ты ее увидел. Поэтому я решил, что будет достаточно интересным рассмотреть один из аспектов. И это нагрудник первого священника. Моисей принял инструкции не только по построению скинии, но также по одеждам священников и левитов. И иногда, прочитывая описание того, как это шилось, как это выглядело, вы можете заскучать и подумать, что же я интересного могу почерпнуть из этого отрывка. Но давайте посмотрим, что мы можем разузнать здесь. Итак, нагрудник, так же, как и все остальное, является составляющей важной скинии. Имеет богатый символизм. И дает нам, как последователям, последователям Иешуа, картину того, кем мы являемся в Божьих глазах. И чего он ожидает от нас. В течение этого учения, мы также разберем определенные характеристики сыновей, 12 сыновей Иакова. Каждый из сыновей Иакова имеет свою характеристику, свой личный характер. И может быть мы найдем кое-что для себя, рассматривая эти характеристики. Также мы рассмотрим пророчества Иаков и пророчества Моисея, и как это влияет на нас. Начнем мы с общего определения и объяснения про нагрудник. Его цель и символизм даже заключаются в материалах, из которого он создавался. И прочитать вы можете об этом в исходе, вот в chapter. It's Exodus 28, 15-30. Okay, we will be looking at different sections of that as we go along. Но мы будем затрагивать некоторые стихи из этого отрывка, пока будем разбирать эту тему. Then we will focus on the gemstones. А потом мы с вами сфокусируемся на драгоценных камнях. Which were placed in the rest plate. How they relate to the 12 tribes. Как они относятся к 12 коленам Израилевым. Based on the prophecies of Yaakov and Moshees. А основываясь на пророчестве Моисея и Якова. Along with other scriptures. И в соответствии с другими местами Писания. And finally, their symbolic meanings to us as believers in Yeshua HaMashiach. И в итоге рассмотрим символическое значение, как для нас, верующих в Yeshua HaMashiach. Также я поделюсь с вами еврейскими названиями, которые даются этим драгоценным камням, и их определениями. Я должен признаться вам, я здесь начал готовить вам презентацию в Пауэрпойнте. И почти закончил на английском. Но у меня не было возможности закончить и послать Ане, чтобы она перевела на русский. Так что без картинок будем. Это бы помогло вам визуализировать, но попытаемся пройти без. Может быть мы без перевода нам удастся показать вам картины, и вам получится визуализировать лучше это представить. Let's see if we can arrange that at some point. Посмотрим, сможем ли мы это. Okay, the breastplate was worn by the high priest. And he was a type of the new covenant high priest, Yeshua. He was a type. He was a representative type. Представителем, как предшественником нашего первого священника, Yeshua. Okay, Hebrews chapter 2, verse 17. Посему, он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Okay, here that scripture tells us very clearly that he was in the new covenant relationship, he was taking the place of the high priest in the Tana. И здесь очень четко нам показывается, что Yeshua должен был принять все свои положения и занять роль первого священника для нас, первого священника Нового Завета. Okay, the purpose of the breastplate, or actually, more correctly, the purposes of the breastplate are given to us in Exodus 28. А точнее, скажем, каковы цели были для того, чтобы надевался нагрудник, и это мы найдем в исходе 28 главе. Okay, Exodus chapter 28, verse 29. Исход 28, 29. И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперснике судном у сердца своего, когда будет входить во святилище для постоянной памяти перед Господом. Okay, now, I have to ask, in Russian, is it translated, the breastplate, for judgment? Yes? Okay, then we're good. Okay, in some places, I'm going to have to check the translations of it. Okay, Аарон, as the high priest, was to carry those names. Должен был носить на себе имена. And it had to do with judgment. Суть была для того, чтобы правильно судить. And it was to be over his heart. И также для того, чтобы это было близко к его сердцу. It was therefore, therefore the first purpose was to show the constant concern for the Israelites that the high priest was to have as he ministered before the Lord. Okay, the first purpose was to show the constant concern for the Israelites that the high priest was to have as he ministered before the Lord. from this example, it tells us those who would serve as shepherds of the flock, if you like. This shows that those who would serve as shepherds of the flock, should have a deep concern for those they are in charge of. Just as I said, Aaron was to carry that over his heart. And that means if you want to be involved in any form of ministry, you have to carry the people on your heart. Okay? That's a very important thing to understand. Okay, the second purpose we find in Exodus 28, verse 30. Notice once again here, the emphasis is on the fact that Aaron was to carry that over his heart. It is with the heart we love, it is with the heart that we have concern for others. It was to be over his heart when he went into the presence of Adonai. The Orym and the Thummim, we will come to those later, were to help with the making of decisions. You remember when David went to war, he sent for the priest who wore the breastplate and had the Orym and Thummim And then he asked advice, instruction, so that he would make the right decisions. So, the high priest was also to be prepared to hear from God because the Lord would tell him about things concerning Israel, whether they were good or bad. because the Lord was always ready to answer to Israel or good or bad. Okay? So, it was very important and also for us as you want to be involved in ministry, you need to be prepared to hear from God. as individuals, as believers, ensure we also need to hear from God so that we can discern between good and bad. That should tell you that you cannot do that but on your own. You are not able to make those decisions without God telling you what to do. We want to make our own decisions, don't we? We want to make our own decisions, don't we? Okay? And God says, okay, go ahead. When you fall on your face, you can come back and get the right decision. Sometimes that's what happens to us. Okay. In the same way that the high priest wore the breastplate on his heart when he entered the temple, so the Messiah, Yeshua, constantly has the church on his heart as he prays for us to the Father. In that phrase which I just said when I said church, that also includes every individual believer. And when I say that Yeshua does his heart in his heart the church, I mean, that he does not organization, but all of us the individual because the church is made up of individual believers. It cannot be separated from that. Okay, Hebrews chapter 7 verse 25 We know who it's talking about here, yes? It's talking about Yeshua, as he is before the throne of God. And he pleads for us. In 1 John chapter 2 verse 1 Okay, so we see here very clearly the transference that takes place when Yeshua came to the earth and died on the cross. The transference from moving from one thing to another. Here we see the change that happened when Yeshua came to this earth and died and died and died and died. Okay, he became the... Now I've forgotten the word. He became the high priest. He was the high priest. It was transferred to him and he became it forever. Okay? As he goes to the Father on our behalf he hears from the Father the decisions he makes concerning us and our situations. Then he does his part to carry out what the Father tells him. Remember that when he was here on earth he said I can do nothing that I don't see my Father doing. Even here while he was on earth he was constantly seen or hearing what the Father wanted. That should motivate us also as believers to be constantly listening and wanting to know what is the Father's will. Excuse me. I had quite a serious cough and flu at the beginning of the week and it's not completely gone. Okay. The materials that we used to make the breastplate remember remember I said that Moses had received specific and very detailed instructions Now if God gave him those specific and detailed instructions they must be for some reason very important. And in this case I apply the text that's in Proverbs I think it's Proverbs 25 but I'm not 100% sure so don't kill me. I will look it up and I will tell you exactly but I don't want to stop and do that now. It says there it is the glory of God to conceal a matter and it is the glory of kings to search it out. I think it's Proverbs Did you find it? 25 second 25 глава 2 стих Слава Божия облекать тайною дело а слава царей исследовать это дело Okay so God deliberately sometimes conceals things and we we will come to that also later are sons and daughters of God so therefore we are kings and priests and so it's for us to search out why did God specifically say that he had a purpose and we should discover that purpose and we we should it исслед okay Exodus 28 verse 15 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 16 16 18 17 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 21 22 22 23 22 22 23 23 24 24 24 22 23 24 25 25 26 27 27 Весон — это такая искусно выплетенная льняная нить, очень тончайшего, но очень высочайшего качества. То есть это был не просто дешевая ткань, а высокого уровня. Итак, золото — оно желтое, или оно желтизну имеет. Это показывает нам веру в Бога и чистоту. Окей, Захария, chapter 13, verse 9, verse 9. И здесь из текста мы понимаем, что это имеет отношение к людям. И здесь написано, что Он собирается провести нас через огонь. Это иногда является причиной, почему сложности происходят в наших жизнях. Они для того, чтобы очистить нас, обжечь нас. Чтобы быть уверенным, что вещи, которые не должны быть в нашей жизни, они всплывут на поверхность и будут удалены. Когда золото плавится, когда его расплавляют, вся нечистота, все примеси, они поднимаются наружу. И тогда их легко убрать. И это продолжается до тех пор, пока все золото не очистится, пока все примеси не поднимутся наверх и не уберутся. Поэтому, когда происходят сложности в вашей жизни, вся нечистота, все примеси, которые еще, может быть, остались, они выходят во свет и проявляются. Такие, как злость, ненависть, и многое другое. Оно выходит на поверхность. Мы очень часто бываем большими молодцами хранить красивые лица. Но потом приходят моменты в нашей жизни, когда мы уже не сможешь спрятать то, что находится внутри. И оно выходит на поверхность. И нам необходимо осознать, что в этот момент Бог просто переплавляет нас. Мы будем испытаны Богом. Так же, как народ Израиля был испытан в пустыне. В их верности будут ли они следовать за Богом? Будут ли они хранить инструкции, законы? Точно так же Бог будет испытывать и нас. Я очищу их, как очищают золото. И дословно дальше написано, только тогда они скажут, будут призывать мое имя, я их услышу, и скажу, что это мой народ, а они скажут, что Господь будет. И тогда Бог сможет ответить, что это его люди. И они ответят, что Господь Бог мой. Мы должны быть верны в нашей верности к Богу. Откровение, 3 глава, 18 стих. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей. И глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Откровение, 3, 18. Угу. Есть много чего можно сказать по этому поводу, но я лично. Но главное, что наши глаза должны быть помазаны мазью, чтобы мы видели ясно. В 1 Коринфянам, 3 главе, с 12 по 15 стих. Стоит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Коринфянам, 1, 3, 12-15. Наши жизни будут испытаны. Действительно ли мы делаем то, что приносит удовольствие Богу? Принимаем ли мы Его советы, Его консультирование, во всем, что мы делаем? Исследуем ли мы Его пути? Ваши пути не мои, говорит Господь. И неплохо себе напоминать это регулярно. Нам необходимо найти Его пути, чтобы мы могли тогда получить, и строить на золоте, на серебре, на драгоценных камнях. На чем-то том, что останется, что устоит. Но не на таких основаниях, которые сгорят, или которые неценны вообще. Иногда мы думаем, что мы делаем какие-то хорошие дела. Но когда Бог захочет исследовать эти дела, устоят ли они, пройдут ли они Божий тест? Я не пытаюсь вас запугать. Но иногда нам надо такой будильничек, звоночек в жизни. Чтобы мы обратили внимание на свои жизни, и чтобы мы распознали, где мы находимся. 2 Тимофея, 2 глава, с 19 по 21 стих. Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих. И да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, глиняные. И одни в почетном, а другие в низком употреблении. И так, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным младыке, годным на всякое доброе дело. И вопрос здесь заключается в том, кем вы хотите быть? В Его доме. Хотите быть сосудами золота и серебра? Или хотите быть деревянным или глиняным? Они все в Его доме. Но если вы действительно хотите быть использованы им, тогда вам необходимо слушать очень внимательно, что Бог хочет от вас. И иногда, иногда, стоит даже сказать, Господь, испытай меня. Может, нам не нравится сама по себе эта идея. Но в любом случае Он испытает вас. Но если вы первые попросите, Господь, испытай, может быть, тест будет немножко легче. Хорошо, у нас перерыв. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!